А в посёлке Берёза на детской площадке разгорелся скандал на тему «Снести нельзя оставить, и всё из-за горки». Дело в том, что эта самая горка – местная достопримечательность и в некотором смысле раритет, она сделана из самолётного трапа. Да и вся игровая зона в когда-то подшефной аэропорту территории была в духе расцвета отечественной авиации. Так вот, теперь во дворе занялись благоустройством, и выяснилось, их уникальное сооружение придётся демонтировать, нормам безопасности оно не соответствует. Ремонтировать тоже никто не берётся. Дарья Болгова разбиралась в ситуации и даже рискнула испытать детский аттракцион на прочность. Эта горка в посёлке Берёза пустует, наверное, только ночью. Излюбленное место воспитало детские впечатления уже не одного поколения. Аида Михайловна признаётся, каждый раз, когда выходит во двор, вспоминает, как в 86-м году эту уникальную в своём роде конструкцию своими руками сделал её муж для внука. Он сказал, нет, Денис ничем не занимается, никаких игр нет, построим мы горку. И вот эту быструю горку построили, поставили, тут самопотворение было детей. Она состоит из частей самолёта, как и вся детская площадка. Карусели-качели соорудили из двигателей горку из нержавеющей стали. Самая любимая высокая горка всего посёлка Берёза. На ней катаются как взрослые, так и дети. Свою репутацию она сохраняет уже на протяжении 32 лет. За это время конструкция, хоть и заметно обветшала, на желающих прокатиться на ней, меньше от этого не стало. Год назад жители подали заявку на участие в городской программе по благоустройству. Двор на заметку взяли, но это принесло жителям разочарование. Сметь реконструкции значилось – горку под снос. Объект хоть и уникальный, но далеко не безопасный, особенно с учётом возраста сооружения. Управляющая компания брать такой раритет на баланс не рискует. Кто возьмёт потом на себя эту ответственность. Вот и всё. Вот весь такой вот вопрос. То есть, если всё это будет оформлено технически, документально правильно, и эта горка будет соответствовать всем санитарным нормам, всем нормам правил безопасности в её эксплуатации, то мы её возьмём на баланс. За счёт горки начали собирать подписи, рассмотрели все варианты, хотели даже отремонтировать её за свой счёт. В данный момент она уже теперь требует ремонта, и жители готовы, собственно говоря, отдать деньги с текущего ремонта дома, чтобы отремонтировать её собственными силами. Дети со всех кварталов сюда сбегаются и катаются. Я выросла тоже на этой горке. Хотелось бы оставить, 40 лет простояло, как бы хотелось бы, чтобы наши детки, подрастающие поколения, так как говорится, чтобы покатались. Не хотела, чтобы её сносили, потому что она единственная в этом посёлке ещё такая огромная горка. В поселковой администрации заявили, благоустраивать двор будут только с учётом мнения жителей. А вот кто в таком случае будет нести ответственность за жизнь и здоровье детей, вопрос по-прежнему открытый. Жителям, впрочем, ещё два года назад предложили альтернативу. Современный вариант, что называется, по ГОСТу. Но на ней кататься боятся даже сами дети. А чтобы спасти дворовую достопримечательность, необходимо заключение экспертизы. Но сегодня её вряд ли кто-то подпишет. Дарья Болгова, Александр Дудко, Новости губернии.